Мы здесь пришли, чтобы людям возвестить волю Божию. Считаем Евангелие. А вы какой вере относитесь? Православие? Да, мы православные. Я даже православный. Да, мы православную веру восхваляем, если бы мы достойны были ее. А то три недели осталось в посту. Как Златоуз говорит, не радуйтесь, что половина поста убыла, а радуйтесь, если половина грехов убыла. Согласен. Ну, да. Ну, у нас тут кое-какие события. Это в Барнауле. 3 февраля исполнилось ровно 40 лет, как мой родной брат, 40 лет в священном сане. Ну, и у нас тут община образована. И приехал митрополит Алтайский Сергий Иванников. О нем охота даже сказать еще. Такого митрополита трудно найти. Отец родной. Вот настолько же Господь услышал нашу мольбу. А до этого так сложно было. Дмитрий был Максим, он в Ельцетом отправили. А этот приехал, все температуру изменил. И у нас мы строим православную деревню. От Барнаула 150 километров. И он туда приезжает. У нас день деревни. В мае мы православную деревню строим. На деревне приезжает. И престольный праздник в честь святого мученика Анфима Некомедийского. В 302 году он умущен был. 16 сентября по новому стилю. Он тоже приезжает с семинаристами, с хористами. А у нас храм. Ну, необычное все. В храме летают ласточки. И гнездо свитое. Почему? В 83-й Псаломе говорит о том, где ласточки находят себе, говорит, жилища. У алтарей твоих, Господи. И вот это так интересно. Все это заснято. А приехали все именно эти певцы. Поют. И пасхальный как раз. Христос воскрес. Ласточки налетели. И вместе как хор поют. Так в интернете выставили. Вот, говорит, чудо какое. Там военный какой-то, я не знаю, канал или что-то военное. Говорит, чудо какое. А как раз показывает, а парень наш служит в этой части. До этого один служил в президентском полку. Ребята-то не пьющие, крепкие, русский человек. Вот говорят, что, как. Вот теряют энергию какую-то. Ну, придумывают все. А работать надо, молиться. Больше ничего нет. Вот я спрашиваю каждого. Я говорю, сколько лет мне дадите? Я говорю, сколько лет мне дадите? Вот начинает гадать. Я говорю, вот 10 июня, а рядом два места. Ровно 80 будет. Так у меня за плечами пять тюрем и лагерь. За слово Божие. Я первый в стране распространил Библию, насчитал. 12 томов Златоуса насчитал. 12 томов Дмитрия Ростовского. Жития, пять томов Дмитрия Ростова, 50 книг. И плюс архипелаг ГУЛАГ. Да интервью репрессионных брали. Меня уволокли. А потом еще реабилитировал. У власти нечем было рассчитываться. А согласно я, такие композиции, такие... Ой-ой-ой. Если речь там состоит. Ленина доставал, там Сталина. Я седено было в 11 миллиардов рублей. Конфискотеми, недоминированные. 11 лет шел в суд, и Господь помог его выиграть. Но не целиком. А рассчитываться нечем. И как Бог все делает. Судебный приступ такой. Она объявила, что арестовывай все счета в Барнауле. Пока не рассчитаетесь. Бюджетникам. То мне предложили недвижимость. А мы нуждались в этом, где храм будет. И вот я как раз в одном из домиков сижу. Два дома. 226 квадратных метров. Центр города. Рядом оптечет. Просто культурное место. И мэр приехал. Мэр приехал. В губернская газета. Все пропечатали. Лапкин предпочел храм недвижимости. А я там в конце и говорю. Не надо ругать власти. Надо молиться. И власть расположилась. А наш мэр здесь. Он входил в десятку лучших мэров России. Тоже такой душевный. Приезжал, смотрел, как мы тут устроили. Внутри алтарь строили. Вот это все Бог делает. Это нельзя, чтобы я там какой-то крутой. Я бы сказал. Да кто я такой там. Вошка-бложка. А вот Бог так все и делает. Вшарашенные враги. И те стали склоняться. А там я нужен был. Нужен. Следователь обратился. Принял крещение. А это краевая прокуратура была. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А сколько обратилось в тюрьме. Это вообще сейчас пишут. Даже самому страшно делается. Сколько людей пришло. Вот и все. Это командировка Божья была, я говорю. Оттуда вышли. Согласен. Вот называется у нас YouTube. Во свете Библии. Вот если на сайт зайдете. Во свете Библии сайт. Игнатий Лапкин. То на первой странице там для слова Божия нет уз. У меня 38 томов вышло книги. А это для слова Божия нету. Два священника и романах пишут о моей биографии. Оно из одних документов. Что газеты печатали. Как я там в Америке ездил. Как Бог положил нам на сердце. Подарить книги эти в библиотеке мира. И мы проехали из Барнавула до Владивостока. Порт Находка. Потом вернулись. Контейнеры забросили границы. И дошли до Португалии. Прошли Скандинавию в Прибалтику. С той стороны Черное море. И север. 650 городов. И везде дарил полный комплект. По сегодняшним деньгам 35 миллионов ушло. Вот опять же ничего нету. Ничего нет. И Бог как делает. И сколько отзывов. Как люди обращаются. Книги они очень необычные. Ну как говорят. В пророческом духе написано. Святые отцы. Нам православным то не надо гадать. А как. Что. У нас все есть. Вот у меня вышел трехторник. А вы в Мурманск не приезжали? В Мурманск. Вот вы видели вообще нашу молодежь? Я просто порой. Я искренне верующий человек. У меня православные родители. И деды, и бабушка все были. В церковь хожу. Знаете. Поговоришь с молодежью. Это же ужас какой-то. У них вообще ничего нет святого. Ничего. Они же ни во что не верят. Они же все половины атеисты. Откуда они это наслушались? Я не знаю. Но это очень страшно. Слушать на самом деле. Когда говорят вот с этим, я со всем соглашаюсь. У нас не принято спорить. Но я говорю конкретно. Молодежь ничего не знает. Я согласен. А что сделали? А что сделаешь? Ну, думай, что нужно делать-то. Я вот преподаю в пяти университетах одновременно. В тринадцати школах. Во всех отделах милиции. Это пять отделов. Плюс гор УВД и край УВД. А это наш столичный город для Алтая. Дальше. Во всех воинских частях. Во всех фабриках и заводах. Представляешь, сколько какой охват. И три радиопрограммы регулярно веду. Однако одна онлайн в воскресенье. Там просто не запись, а прям сразу в эфир. Меняется обстановка? Да, меняется. А вот дети. Говорят до трех миллионов беспризорных. Ну, я согласен. А что сделали? А что сделаешь? Я попросил у Бога благословения. И Господь положил мне на сердце. Бог, это не мое. Образовал лагерь. Православный. В честь священномученика Климента Анкирского. Казненного в 312 году. Зарегистрировали в Краевом отделе юстиции. Православный лагерь в 72-м году. Это единственный лагерь в стране был. Я 45 лет был начальником. Тысячи детей подняли. Отдохнули. А лагерь необычный. Вместе с детьми могут родители. Возрастного нет. Вероисповедание не смотрится. Но осенью все православные. К осени. И все спрашивают. Профессора приезжают. Прилетела директор Кэстонского института из Лондона. Ксения Дэнн. Ее сопровождали с Останкина. Прослышали. Как так? В течение двух месяцев наркоман. Забывайте, что он наркоман. А я ничего, никакой роли не играю. Говорю. Мы молимся и постимся. Встаем рано. Дети до шести раз в день купаются. Собирают ягоды. На лошадях учатся ездить. По деревьям лазить. На лодках плавать. Ягоды собираем. Жизнь должна быть наполнена. И при том, у нас висит. Все знают, кто изобрел телефон. Приезжают полиции. Никто не может сказать, кто телефон изобрел. А дети кричат. Мартин Купер. А те, кто изобрел интернет? Не знают никто. А дети кричат. Тим Бернерс Ли. Вот. Кто глава? Кто премьер-министр? Это не считая, что молятся. Молитва. Это само собой. Каждое богослужение. Они в храме. Одеты у нас очень строго. Вот если зайдете сейчас на наш Ютуб. Вот. Во Святи Библии. Это Ютуб канал. И вы увидите вот это воскресенье. Как у нас было. Причищались. У нас все строго по форме. Два платка. У них волосинки нет. Даже дети, которые на руках еще. Вот. Как служба идет. Ноги на ногу не переступят. А то ничего в церкви нельзя сделать. Проходной двор. А у нас нету торговли. Вообще нету. И с тарелкой не ходят. Вообще нету. Нигде. Почему мы заранее сказали. Свечи чисто восковые. И нельзя ее трогать. Как-то когда горела, сама погасла. А эти. Агарки не воровать. А то зеленое, красное. Это мерзость. Это можно сделать. Не сделаешь. Посторонних никого нету. Мы их проверяем. Вот. Сейчас сказали. Патриарх сказал. Две беседы хотя бы проводили перед крещением. Две беседы. Священники забунтовали. Зачем две? Одной хватит. Двадцать минут. А двадцать минут и нету. А у нас пятьсот часов подготовка к окрещению. Пятьсот часов академических. Понятно, что это нигде не было такого. От трех до пяти лет подготавливаем к окрещению. И крестить только в озере. Священник стоит по грудь в воде. Каждый заходит. И сначала мужчина, потом женщина. Это все заснято. У нас четырнадцать тысяч семьсот роликов. Мы все снимаем. Не клеим ничего. А как вот есть, живьем подаем. И ничего нельзя сделать? Я в это не верю. Вот. А, преступников много. Я говорю. А что ты сделал? А что сделаешь? Ну вот я вышел. Восемнадцать лет сотрудничаю с тюрьмой. Иду по камерам. Записываю проповеди. Они звучат по камерам у них. И это бесплатно. Повторяю. Я нигде не получаю ни копейки. У меня пенсия. За тридцать пять лет трудового стажа. Восемь тысяч сто сорок один рубль. Тридцать три копейки. И мне это хватает. Поза глаза. А вот мусульмане все захватили. Тут бороться надо. Надо бороться. А как? Любовью. Вот мы поехали. И в дороге ночевали в доме Мулы. В Баку. А с женой моего давно уже знакомы. Перепиской были. Какие они грамотные. Она на четырех языках разговаривает. А он на шести. Не. Вообще уважительно отношусь к любой вере. Потому что это же глупо ненавидеть. Ненавидеть одну веру, а верить другую. Значит мне кажется это не искренне. А вот евреи все захватили. Я не спорю. Но бороться надо. Надо. А как бороться? Любовью. Вот ко мне привезли еврея показать. Там один что-то был. А он обратился. Писал батюшка. Отец Наум Израилевич. В Билии все служат. У патриарха. Ильи второго. Вот и все. А вот там КГБ все дают. У меня следователь обратился. Стал священником. Вот конкретно. А я никто. Если бы я был хоть там епископ или священник. А я чтец всего лишь. Это Бог делает. Он берет сосуд и вкладывает. А люди обращаются. Как Пеофан Затворник говорит. Благодать трех видов. Благодать призывающая. Благодать обращающая. Благодать освящающая. Сектанты две имеют благодати. Третьи не имеют. Православные третью имеют. Первых двух не имеют. Не проповедуют. Надо найти. Как об этом Мейндорф писал. Протестантизм православия. И православия в протестантизме. То есть добро увидеть. Почему проповеди-то нету? Да как? А у нас литургия проповедь. Литургия проповедь. Сейчас там митрополит Алфеев Иларион. Службу на русском языке провел. А до этого в старобрящейской форме. По их книгам. Ну маленько надо смотреть, двигаться. Ну нельзя так в норку залезать. Православие это всеохватность. Это красота целомудрия. А из него сделали. Что-то они бабки стоят. Надо просто полюбить Христа. В первую очередь. Сейчас один тут журналист. Как бы обращается и рассказывает. Нету Христа и нету Библии. Обман один идет. А он говорит. Я ничего не почувствовал. А кричен был в детстве. Перебрал жен сколько. И где эпитемия? Эпитемии-то нету. Эпитемия должна быть. Затауз говорит. Если без эпитемии священник допускает до причастия. Гибнет сам и губит того, кого причащает. А для чего это? Это врачевание. Женщина сделала аборт. Правило Василия Викова II. Она 10 лет отучается от церкви. И 4 ступени. И сбросить можно только при обильных слезах. Когда епископ разберет одну треть. Мы каноны забросили. И мы какие? Да никакие. Просто хулиганим и все. Пьяница выпил там где-то. Мы вообще все забросили. Да. Пьяница выпил где-то. Или пост не соблюдает. Сейчас вот пост великий. На 2 года отучается от церкви. 69-е апостольское правило. А не для кого написано это правило? Если мы православные, значит тут и не надо уже и думать. Я православный. Я обязан это делать. А я обязан просто. По-другому никак. Ну, наверное, я не совсем-то православный. Я вот не знаю. Так получается. Ну, я понимаю, что я неправ, конечно, в душе. Но я не придерживаюсь постов. Ну, знаете, работа, обыденность. Дети. У нас без бородов ни одного нет. Без бороды никого нет. Пока борода не отрастет, он стоит в притворе. А у людей ничего нигде нет. Почему? Я говорю, ничего не делали. А начали делать, оно и получится. Потому что Бог споспешенствует. Вот ничего не знает. А как вы могли, что наркоман перестал? Я ничего не делал. Просто молились мы и все. Мы молились. И просили Бога. А Бог живой. Он нам отвечает. Я согласен. Бог умудряет во спасение. Надо просто прислушиваться. Чего от нас Бог хочет взять? Чтобы мы были святы, как Он свят. Написано. Так и давайте к этому стремимся. Не надо планку ниже в грязь ложить. Апостол Павел говорит, что многие бегут на ресталище, на стадионе. Но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Бегите. Я бьюсь не так, чтобы воздух молотить. Но бегу, как наверное. А то уверенность дает и силы, и бодрость. Сегодня один зашел. Сморшился такой. Я говорю, сколько же тебе лет-то? Ну, 45. Я говорю, а мне 80. Так у меня сколько за плечами-то? Сколько меня выжимали? Сколько меня крутили? В морозилке держали. А я еще таблетки не съел. А почему? А у меня три голубятни. Я к ним лажу. Мне некогда болеть. У меня голуби даже в комнате. Надо жить интересно и красиво. Красиво перед Богом. Я благодарю. У меня всегда радость. Павел говорит в послании к филиппистам. Радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. А сам прикованный к мокрой стене там в вузах в Риме сидит. Вот и все. А тут все есть и ничего нет. Здорово, что я на вас попал. Вот вы на наш выходите. Если по скайпу вздумать и когда-то поговорить по скайпу, то меня сразу найдете. Игнатий Лапкин. С этим именем и фамилией. И только я один на весь интернет. Нету никого больше. На меня сразу выйдете. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А это называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» у нас YouTube. «Во свете Библии» сайт. «Во свете Библии» форум. А если в «Мой мир» зайдете, «Мой мил», «Мэйл.ру», там у нас 22 400 фотографий только. У нас берут эти на церковные журналы, на обложку, везде эти снимки-то. И не упомянут, где возьмут. Потому что все необычно так. Представьте, деревня православная. Первый разговор ведем, когда человек докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я в краевой администрации сказал, они говорят, так у нас тут ни одного, ни одного статистика, врет, говорят. Мужчины все, говорят, курят, женщины матерятся. Краевая администрация. Вот, надо начинать делать, а Бог обязательно поможет. Как мы можем в православной деревне быть, когда все воруют? Да, у нас воруют. Но так Бог делает, чтобы воров переловили. И отпустили их. Но им просчитали, что их ждет. Вор в царстве Божьем не наследует. А вот у нас, знаете, испокон веков были всегда там воры, допустим, в законе. Они же очень искренне верующие считают себя. Ну да. Вот Карамзин, когда написал свой, кажется, у него четырехтомник, и царю подарил. А царь говорит, мне считать-то некогда, ты скажи коротко, о чем тут написано. Он поставил и говорит, воруют. Одним словом, одним словом, воруют, все воруют. Петр Первый говорит, если, говорит, сворует там, чиновник какой, стоимость одной веревки даже будет, я его повешаю. А он не пишет. А что ты не пишешь-то в указ-то? Так а тогда ты не император. Почему? Так никого тогда и не будет, всех перевешаешь, ты один останешься, и я. Какой ты император, когда у тебя подчинен, только я буду. Я не ворую, ты двое, а министры все воруют, и Меньшиков воруют, и Орлов воруют. Вот такое дело, брат. Если уже идти, то идти надо наверняка. Держись за Христа и за веру православную. Я много лет, 56 лет работаю с сектантами. Сколько баптистов стали православными, притом священниками. Вот вы если зарядите, у вас что-то будет. Запишите, Геннадий Фаст. Запишите. Геннадий Фаст. Он в Абакане служит сейчас. Доктор богословия. Менонит. Бывший преподаватель Томского университета. Физик-математик. К моем доме он обратился, немец, стал православным батюшкой. Какой у него талант. Это вообще. Вот какая-то тема у вас возникла, вы зарядите, и на него можете уже сразу выйти. Вот что значит, мы веру должны показать православной жизнью своей, не знаниями только. Я бы говорил, а меня, как Златоуст говорит, говоришь о трезвости, а тебя пьяного ведут домой, говорят. Говоришь о пасте, а губы красные. Вот. Это же пятый век еще только. В 407 он умер. Нам нужно поверить, что все это кончается очень быстро. Очень быстро. И мы уже на той стороне. И с чем предстанем? Что скажем? Почему в первом послании к Емапею 4, 16 апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение. В себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. И так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. А у нас так. Я знаю, я слышал. К Библии не обращаются. А Господь говорит. Это Евангелие от Иоанна 12, 48. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Оно будет судить. Значит, по нему надо и жить. Ты Библии не считаешь. Да нет. А не считая, ты не знаешь законы Божьи. А не зная законы Божьи, ты их нарушаешь. А нарушая их, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Говорит Иоанн Златоуст. Это же, надо просто взять себе, чтобы все кончилось. Я вот обратился, когда она работала на корабле. В один день все изменилось. Я с детства верующий. Родился в старообрядческой беспоповской семье. Телку хотим, дед. Поможешь?